Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Оздоровление Волги в действии. Реконструкция городских очистных сооружений вышла на завершающий этап. Строительство парка «Дружба народов» подходит к концу оценить ход работ, прибыли областные и городские власти. Трудоустройство несовершеннолетних летом – подтверждение аккаунта Госуслуг. Работу Центра занятости населения оценили депутаты и представители областных властей. Стоимость материалов для ремонта в России выросла на 30%. Можно ли это списать только на пандемию? Как не запутаться в лабиринтах разума? Ко всемирному дню мозга наша редакция подготовила ответы на самые важные вопросы о главном органе Центральной нервной системы. Оздоровление Волги в действии. Реконструкция городских очистных сооружений вышла на завершающий этап. Коммунальный объект ввели в эксплуатацию еще в начале 70-х годов прошлого века. За это время часть оборудования выработала ресурсы и нуждалась в срочной замене или ремонте. И вот несколько лет назад началась масштабная реконструкция. Первым этапом стала замена оборудования, где происходит биологическая очистка. Построены две насосные станции. Сейчас завершается второй этап. Он позволит полностью отказаться от обеззараживающего хлора. Ход реконструкции городских очистных сооружений проверили губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Подробности в сюжете. Отказаться от хлорирования, улучшить качество сточных вод и экологию. Реконструкция городских очистных сооружений в Куйбышевском районе Самары вышла на завершающий этап. Накануне ход работ проверили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Уже построено здание механических решеток, где вода проходит первичную очистку. Песковые бункеры – готова станция ультрафиолетового обеззараживания. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» – национального проекта «Экология». Мехочистка уже начнет работать в этом году. В этом году, как только начнет работать мехочистка. У нас ультрафиолет в полной мере начнет работать. Именно эта станция позволит полностью отказаться от обеззараживающего хлора. Это важно, ведь мощность городских очистных сооружений свыше 1 миллиона кубических метров в сутки. Для понимания масштабов – это как до краев наполнить водой стадион «Самара-арена». То, что касается взаимодействия с ресурсными организациями, я считаю, на самом деле на высоком уровне работу проводят. Ну, первое, наверное, самое важное – то, что есть концессия, которая стала подкрепляющей частью для государственно-частного партнерства. И ведь работы-то глобально сейчас ведутся не только на очистных сооружениях, но мы ведем воду на управленческие. Сейчас уже будет к концу года готов проект на два водовода тысячных в Куйбышский район с перспективой в Новокуйбышевск. И, соответственно, и областная, и городская администрация только поддерживает. Качество стоков контролируют по 47 показателям. Здесь происходит полная механическая биологическая очистка и возврат в Саратовское водохранилище очищенных и обеззараженных городских сточных вод. Мониторят и саму Волжскую воду. Пробы берут на один километр выше и на один километр ниже точки выпуска стоков. И чтобы идти в ногу со временем, в 2023 году обновят комплекс биологической доочистки от биогенных элементов мощностью свыше 600 тысяч кубометров в сутки. Таких результатов невозможно было бы добиться без механизмов государственно-частного партнерства и активного сотрудничества с областными и городскими властями. Виктория Шарая, Ольга Хомракулова, Константин Головин. События. Главный принцип равенства. В Самаре на 97% готов парк дружбы народов. Строительные работы планируют завершить к концу августа. По задумке авторов, архитектурный ансамбль из 20 аутентичных национальных домов и подворий будет раскрывать многообразие культур народов Самарского края. Ход работы оценили также губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Подробности расскажет мэри Елчан. 20 национальных домов и каждый со своей историей, которая раскрывает культуру народов, проживающих в Самарской области. Основной принцип организации пространства комплекса – равенство. Каждая подворье имеет одинаковые размеры и свой выход к озеру. В домах планируется организовать интерактивную этнографическую комнату, национальную библиотеку, ремесленную мастерскую. В них будут представлены предметы быта и творчества. Все, что отражает особенности культуры и дух поселений. Очень приятно, что молодежь будет смотреть, будет знать, как жили их предки, как жили рядом люди, которые во время Отечественной войны победили такое зло, как фашизм. И это будет для сближения наших народов. Этнокультурный комплекс «Парк Дружбы Народов» готов уже на 97%. Строительные работы проводились с учетом рекомендаций этнографов и архитекторов, а также национальных особенностей. Территорию осмотрели областные и городские власти. Все это согласовано с национальными культурными центром и с учеными, с национальными культурными объединениями. То есть здесь есть на каждый дом дизайн-проект фактически, да? Да, да. Завершить строительные работы на большинстве объектов должны к концу августа. На открытие парка планируют приехать представители со всех стран. Аналогов этому комплексу в России нет. Уже сейчас в Самаре готовят экскурсоводов, с которыми работают ученые и этнографы. Мэр Елчан Василий Кладашов, События. В Самарской области к 1 сентября построят 6 универсальных спортивных площадок в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Нормы жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщили в региональном правительстве. Новые спортплощадки появятся в самарских школах номер 132 и 79, в Тольяттинской школе 32, в Большечерниговском, Похвестневском и Хворостянском районах. У школы 132 будет игровое поле с полимерным травмобезопасным покрытием, мини-футбольными воротами и баскетбольными кольцами. Рядом с площадкой – зона уличных тренажеров. Там будут проводиться уроки физкультуры, занятия спортивных секций, подготовка к выполнению тестов комплекса ГТО. Во внеучебное время смогут тренироваться и местные жители. В этом году в рамках федерального проекта в Самарской области построят 6 универсальных спортивных площадок, 2 – фока открытого типа, 2 – площадки ГТО, легкоатлетический манеж в Тольятти, а также завершится реконструкция Дворца спорта в Самаре. Продолжается строительство лыжероллерной трассы на Чайке и футбольного манежа около стадиона «Солидарность-арена». Насколько эффективна налажена работа по оказанию помощи в Центре занятости населения Самарской области проверила специальная комиссия при Комитете по здравоохранению, демографии и социальной политике Губернской думы. Сегодня состоялось выездное совещание, о нем расскажет Михаил Ермоленко. Антонина решила сменить род деятельности. Сначала пыталась найти работу самостоятельно, но безуспешно, поэтому обратилась в Центр занятости населения. Мне сотрудник рассказывает, я так сижу и жду, когда мне дальше она покажет, что делать. У меня, например, не это дома компьютер, а это раз через компьютер. Глазно. С похожими вопросами в Центр занятости населения ежегодно обращаются тысячи самарцев. Сейчас ситуация на рынке труда стабилизировалась, и на учете в Центре занятости населения города стоят порядка 7 тысяч человек. Это в два раза меньше, чем в год начала пандемии. В то же время количество свободных вакансий в Самаре около 19 тысяч. Этот баланс необходимо сохранять. Сегодня в рамках выездного заседания комитета Самарской губернанской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике специалисты оценили, насколько стабилен рынок труда. Сейчас мы видим, что эта стабилизация уже наступила. Это нас очень радует, потому что программа содействия занятости, она абсолютно себя оправдала. Ну, во-первых, в два раза сократилось количество безработных. Мне кажется, вот эти цифры говорят сами за себя. Реализуемая программа содействия занятости населения, которая действует до 2023 года, охватывает всех жителей Самары, включая несовершеннолетних. Перед летними каникулами они активно ищут места для временного трудоустройства, и лучший способ найти заветную вакансию – обратиться в Центр занятости. И если в период острой пандемии работали удаленно, то сейчас вакансии предполагают занятость по всему городу. Дети работают в парках на благоустройстве, работают на различных предприятиях города, в том числе на промышленных, на работах, не требующих какой-то специальной подготовки. Получить помощь в поиске работы в Центре занятости населения можно как дистанционно через госуслуги, так и напрямую. Для работодателей и посетителей в Центре есть специальные гостевые компьютеры. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов, События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 331 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 73 277 человек. Такие данные в пятницу опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 229 пациентов, а всего с начала пандемии из больниц выписали 68 813 жителей региона. Вакцина Epivac Corona эффективна против новых вариантов коронавируса. Анализ новых мутаций проводится регулярно, сообщили в Центре Vector. Там отметили, что для вариантов коронавируса альфа и бета провели экспериментальные исследования, показавшие нейтрализацию вируса сыворотками от привитых. Epivac Corona вакцина, созданная на пептидной платформе, разработана Государственным научным центром «Вектор». По информации Роспотребнадзора, Epivac характеризуется высокой степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Сейчас в России для прививок используют также вакцины Gam-Covid-Fak или Sputnik V, Covivac и Sputnik Light. Чтобы сформировать коллективный иммунитет, сделать прививку должны более 60% населения. Сейчас в Самарской области первым компонентом вакцины привились более 730 тысяч человек. Завершили процедуру более полумиллиона жителей. Предприятия активно взаимодействуют с медиками и организуют выезды мобильных пунктов вакцинации. Как это происходит в Чапаевске, расскажем далее. Заболеваемость коронавирусом в Самарской области пока не снижается. В регионе действует постановление главного санитарного врача, согласно которому привиться необходимо людям из групп риска, то есть тем, кто взаимодействует с большим количеством людей. В том числе работникам торговли и сферы услуг. Чтобы ускорить процедуру, на помощь приходят мобильные пункты вакцинации. Один из них установили в Чапаевске возле крупного гипермаркета. Привиться смогут как сотрудники магазина, так и покупатели. Спросили все сопутствующие заболевания, давление измерили. Я считаю, что нужно делать прививки, особенно в нашей сейчас ситуации. Однако, чтобы победить, бороться нужно общими усилиями, напоминают медики. Для выработки коллективного иммунитета привиться должны более 60% населения. Сейчас в Самарской области прививку от COVID-19 сделали более 738 тысяч человек первым компонентом и свыше 536 тысяч человек двумя. Темпы вакцинации в регионе увеличились, активно участвуют предприятия. Вместе с медиками организуют прививочные кабинеты фактически на рабочих местах. Чапаевское ЦГБ активно взаимодействует с представителями бизнеса. Люди с большим удовольствием приходят, вакцинируются. Как видите, достаточно много желающих. Кроме сотрудников, конечно же, все приезжающие в магазин. Перед тем, как сделать прививку, обязательно проводится осмотр. Врач проверяет наличие или отсутствие противопоказаний, измеряет температуру, давление, уровень кислорода в крови. В Самаре мобильные пункты вакцинации работают у крупных торговых центров. Космопорт, Амбара, Меги, Авроры. Прививочные кабинеты доступны во всех больницах. Среди них есть и круглосуточные. На Мичурино – 125, Медицинской – 4 и Советской армии – 56. Светлана Кудрявцева, События. В Самаре проверили, как соблюдают ограничения на фудкортах. Пока риск заболевания коронавирусной инфекцией остается высоким, придерживаться всех рекомендаций необходимо. Сегодня с проверкой нагрянули в один из торговых центров железнодорожного района. Выявили ли там нарушения, знает мэрия Елчан. Ежедневный контроль. В связи с новым постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова зону фудкортов закрыли. Все рестораны работают только на вынос. Сегодня городские власти провели мониторинг одного из торговых центров железнодорожного района. Как вы видите, в данном торговом центре посадочные места убраны. Частично они закрыты специальной лентой, и доступ туда закрыт. Поэтому требования выполняются. В случае фиксации нарушений сотрудники администрации составляют административный материал. За период действия коронавирусных ограничений в железнодорожном районе 300 таких актов направлено в Управление гражданской защиты. А на недобросовестных предпринимателей наложено штрафов на общую сумму порядка полутора миллионов рублей. Постоянно контролируем то, как здесь находятся наши посетители, которые приходят сюда покушать. Мы ведем разъяснительную работу, какие у нас еще варианты. Столов действительно нету, присесть им некуда. Поэтому люди просто берут пакеты с едой и уносят их с собой. Нарушений сегодня не выявлено. К предпринятым мерам посетители и предприниматели относятся с пониманием. По-прежнему в фокусе внимания проверяющих бригад наличие масок и перчаток у работников потреб рынка, соблюдение социальной дистанции, наличие обеззараживающих средств, введение журнала учета температуры сотрудников, проведение санитарной обработки помещений и контактных поверхностей. Соблюдение масочного режима касается и посетителей. За этим следят не только власти, но и сами сотрудники. Мэри Елчан, Константин Головин. События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шарая уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Цены на стройматериалы растут. Насколько во время пандемии увеличилась стоимость ремонта? Довольно существенно, на треть. Причем производители материалов для строительства сейчас проверяет Федеральная антимонопольная служба, которая считает, что цены растут неоправданно. А пока расскажу о курсах валют. Курс доллара на 24 июля – 73 рубля 76 копеек. Евро – 86 рублей 84 копейки. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 73 доллара 69 центов за баррель. С начала пандемии стоимость ремонта квартир и дач в России выросла на 32%. Это связано с подорожанием стройматериалов. Производители материалов для ремонта и строительства сейчас проверяет Федеральная антимонопольная служба. Россияне обратились с жалобами на резкий рост цен. Удорожание усилилось этим летом, в сезон ремонта дач. При этом, помимо цен, россиян беспокоит нехватка некоторых материалов в стране. Выросла и стоимость квартир с отделкой в среднем на 25-30%. Экономисты не исключают, что до конца года стоимость ремонта может подняться еще на 5-7% в зависимости от ситуации. Больше всего подорожали металлопрокат на 80-100%, древесина на 40-70%, утеплители на 20-40%, битум на 40-60%. Также в числе лидеров ванера отделочные материалы, электротехническая и кабельная продукция, пластиковые окна. Минимальный размер оплаты труда в 2022 году вырастет на 825 рублей, до 13 617 рублей. Об этом говорится в проекте федерального закона, который рассмотрит российская трехсторонняя комиссия. Сумма рассчитывается как 42% от медианной зарплаты за 2020 год. Последняя, по данным Росстата, составила 32 422 рубля. Соотношение МРОД и медианной зарплаты пересматривается не реже, чем раз в 5 лет. В текущем году МРОД составляет 12 792 рубля. В 2020-м был 12 130 рублей. В Минтруде ожидают, что к 2025 году минимальная зарплата для россиян, работающих на полную ставку, превысит 16 тысяч рублей в месяц. Раннее исследование Росстата показало, что более половины жителей России оказались недовольны размером своей зарплаты, хотя график работы и условия труда их устраивают. При этом мужчины чаще довольны зарплатой, чем женщины. 46,5% против 41%. Больше 60% россиян тратят на еду около половины своего ежемесячного дохода. Россияне все чаще не хотят платить по своим долгам и заявляют о желании пройти процедуру банкротства. Доля таких заемщиков выросла до 7%. Это связано с информированностью граждан о новой процедуре. Сейчас порядка 80% неплательщиков ссылаются на финансовые трудности. При этом из них 60% связывают их с пандемией, в условиях которой доход снизился в среднем на 20-30%. Около 5% россиян не согласны с суммой долга и готовы ее оспорить в суде. Еще 5% не готовы решать вопрос в досудебном порядке, поскольку они уверены, что суд встанет на защиту физического лица. Не все, кто хочет начать этот процесс, идут до конца, а также подходят под требования. Подробности и последствия процедуры знает не более трети. Для многих это по-прежнему мнимый легкий способ не платить по ранее взятому кредиту. Меж тем, в будущем получить заем с пометкой «банкрот» в кредитной истории будет крайне трудно. Больше всего граждан, получивших такой статус в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Самарской области. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Сохранить долгую память и узнать, какой прорыв совершен медиками в этой области. Ко Всемирному дню мозга наша редакция подготовила ответы на самые важные вопросы о главном органе центральной нервной системы. Как не запутаться в лабиринтах разума, расскажет Ольга Хомракулова. Как прокачать память и сохранить разум на долгие годы? Всемирный день мозга – повод подумать о своем здоровье и уделить ему дополнительное внимание. Во-первых, нужно соблюдать рацион. Продукты с жирными кислотами омега-3, горький шоколад, витамины группы В и старые добрые грецкие орехи входят в топ лучших продуктов для мозга. Также эксперты рекомендуют тренировки. Если вы любите читать стихи, пожалуйста, тренируйте, читайте стихи. Они очень позволяют долго сохранять свою активность познавательную. Можно даже запоминать какие-то числа, счет такой нестандартный, назад считать, вперед считать. Такие игры разума и правильное питание помогут уберечь главный орган центральной нервной системы от болезней. В последнее время, несмотря на сохраняющую актуальность церебровоскулярных заболеваний, то есть нарушение кровоснабжения головного мозга, мы сейчас видим опять же рост нейродегенеративных заболеваний, то есть тех заболеваний, которые связаны с непосредственным и быстрым атрофическим изменением в коре головного мозга. То есть головной мозг начинает стареть у людей непредсказуемо. Но есть заболевания, от которых не застрахован никто. Одно из них – онкология. Но и в этом случае лечение возможно и нужно. Операции по локализации опухоли головного мозга уже давно перестали быть для медиков-онкодиспансера уникальными. За 2020 год проведена 221 нейрохирургическая операция. За 6 месяцев этого года – 119. Кроме хирургической помощи, при борьбе с раком медики используют лучевую терапию. Недавно в Самарском онкологическом диспансере появились еще две современные лучевые установки. Этот метод можно использовать как самостоятельный, так и в сочетании с хирургией или химиотерапией. Да, у нас новое оборудование. Выполнена замена данного оборудования в рамках национального проекта здравоохранения. Лучевая терапия проводится по показаниям, в первую очередь, и по всем рекомендациям онкологов Российской Федерации. Данное оборудование позволяет нам облучать опухоли абсолютно разных размеров, с минимальным воздействием на здоровые ткани. Но лучшее лечение – это профилактика. Общими рекомендациями врачей для поддержания здоровья головного мозга являются отказ от вредных привычек, здоровый сон и питание, прогулки на свежем воздухе и физические тренировки. Ольга Хомракулова, Константин Головин. События. А теперь коротко о других темах дня. В Самарской области ввели новые правила для летних кафе и веранд. Они начнут действовать в августе. Поправки в закон о регулировании торговой деятельности утвердил губернатор Дмитрий Азаров. По мнению депутатов губернаторской думы, зачастую кафе занимают тротуары или пешеходные зоны, выносными столиками и террасами. Такие участки не поставлены на кадастровый учет, из-за чего муниципальные власти не могут сдать землю в аренду бизнесменам. Поэтому депутаты решили прописать в законе возможность размещения летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания на основании договоров на размещение нестационарных торговых объектов. Соответственно, бизнесмены будут перечислять деньги в бюджет. Руководитель отделения связи в Самарской области присвоил и растратил бюджетные деньги. В отношении почтальона возбудили два уголовных дела. Сотрудники Клявлинского отделения полиции установили, что 42-летняя подозреваемая дважды выносила заведомо ложные сведения в отчетные документы о поступающей от продажи товаров прибыли, после чего присваивала деньги себе. Ущерб составил более 60 тысяч рублей. Теперь начальнику отделения грозит наказание в виде лишения свободы до 6 лет. В Самарской области в ДТП погибли двое подростков, еще три человека госпитализированы. Авария произошла в Сызранском районе. Вечером подростки на ВАЗовской шестерке попали в ДТП на пересечении дороги Урал-Старая рачейка-Смолькино и объездной дороги села Старая рачейка. Погиб 18-летний водитель и 17-летняя девушка. Еще двое 17-летних пассажиров шестерки и 63-летний водитель УАЗа были госпитализированы с различными травмами. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали происшествия. 24 июля в мире отмечают Международный день заботы о себе. В преддверии праздника аналитики Яндекса изучили запросы в поисковике про здоровье и узнали, чем люди боятся себе навредить, какие диеты ищут, что хотят в себе улучшить и от чего готовы отказаться ради хорошего самочувствия. Например, российские пользователи интернета спрашивают, как без вреда для здоровья похудеть, сделать КТ и МРТ, отказаться от мяса, сэкономить на еде, посещать солярий и даже пить чайный гриб. Среди продуктов, полезными свойствами которых интересуются, цикорий, гранат, боярышник, шиповник, черешня, куркума, руккола, красная смородина, хрена, свекла. При правильном питании ищут замену сахару, майонезу, колбасе, пшеничной муке, молоку, чипсам и сухарикам. Россияне спрашивают, почему вредно употреблять глютен, туго затягивать ремни и носить тесную обувь, использовать пальмовое масло и мало двигаться. В то же время, среди популярных запросов, почему полезно есть овощи и фрукты, пить воду, плакать, заниматься спортом, выпивать стакан кефира или простокваши на ночь, спать в носках, есть сухари и гулять на свежем воздухе. Спортсмен из Самарской области вышел в четверть финал Олимпийских игр в Токио. Напомню, сегодня в Японии открывается Олимпиада 2020. Ее перенесли на год из-за пандемии. Гребец Александр Визовкин стал вторым в своем квалификационном заплыве на дистанции 2000 метров. Победу в квалификационном заплыве одержал спортсмен из Хорватии, а замкнул лидирующую тройку представитель Филиппин. Все они вышли в одну четвертую финала. Напомню, что в состав сборной России на Олимпиаду в Японию отправились 13 спортсменов из Самарского региона. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале и на странице в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Хороших вам выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!